В получасе от Мальты находится сыновний остров под названием Камино. Связь с внешним миром помогает поддерживать паром, круглый год перевозящий всех желающих, причем в любую погоду. Более 10 лет капитан-паромщик пересекает гладь морскую. Но жить на острове Камино он ни за что бы не согласился. Это не для меня. Жить где-то в полном одиночестве. Но, может быть, на недельку? Там нужно, наверное, родиться, чтобы полюбить такую жизнь. Нет, это не для меня. На первый взгляд, остров таким необитаемым вовсе не кажется. Летом здесь даже работает отель. Для туристов, желающих день-другой, а иногда и целую неделю, отдохнуть вдали от всех и искупаться в знаменитой голубой лагуне. Территорией острова, величиной в 3,5 квадратных километра, заведует Сальву-Велла. 60-летний уроженец острова научился везде и во всем обходиться собственными силами. Остров – его царство и его мастерская. Сегодня он настоящий специалист по изобретению средств передвижения. Все приспособления я сюда переправил лодкой, по частям. Это было вовсе непросто. Здесь я из них собрал свои конструкции. Его мечта – лодка на воздушной подушке, собранная из типографской техники. Волны не чувствуются совершенно. Кажется, что лодка парит над ними. Совершенно воздушно. Именно так ему хочется нестись над водой. Для Сальву главное – жить на острове, не завися от посторонней помощи. Для своей старой моторной лодки он даже сконструировал специальный буксир с дистанционным управлением. С его помощью он спускает прицеп в воду, не промочив ног. Управляющий самоучка занимается, однако, не только своими изобретениями. Сальву следит за состоянием дорог на острове. Каждый день он совершает обязательный обход, бдительно оглядывая окрестности. Я сразу замечу, если даже маленький камушек будет сдвинуть с места. Очень редко на острове что-то происходит без ведома Сальву. В старой насосной станции он контролирует подачу воды для себя и троих родственников, живущих вместе с ним на острове. Глубина колодца почти 20 метров. Если там что-нибудь ломается, мне приходится туда спускаться. Сальву уверен, с ним ничего не случится, ведь он заручился благословлением пастора Шири. Уже более 50 лет пастор приезжает на остров, чтобы проводить там службу. Аромат свежезаваренного кофе, приготовленного кузиной Сальву Веджи, разносится по окрестностям. 70-летний Веджи хлопочет по хозяйству и готовит для Сальву и тетушки Марии. Для них пастор Шири – единственная связь с большим миром. Он нас снабжает всем – медикаментами, продуктами, да и просто всем необходимым. Он нам как родной отец. Я регулярно наведываюсь сюда по субботам, зимой и летом, и даже в непогоду. У 70-летнего пастора также есть страсть. Он, как и Сальву, неравнодушен к моторам. На автосалоны он ездит на своем ленд-ровере одного из давнишних выпусков, ненамного моложе своего владельца. Раньше церковь, отстроенная для ста прихожан, живших на острове, была слишком мала. Сегодня пастор Шири молится здесь в обществе Сальву, его кузины и престарелой тети. Больше жителей на острове нет. Кто знает, что будет после меня. Было бы печально, если бы для Камино настал конец. Приемников у Сальву, к сожалению, нет. Но он не теряет надежды, что в один прекрасный день на острове появится новый, заботливый управляющий. Продолжение следует...